Здравствуйте дорогие друзья, в этом ролике полюбуемся на шимпанзе, которые живут в крымском парке Львов Тайган Вот какие умные ребята, пришла к ним в гости Елена Желябова И конечно же с вкусными угощениями, курага и финики Это то, что шимпанзе просто-напросто обожают И друзья, что еще хорошо, обратите внимание все-таки, насколько крымская зима разнообразна Здесь за эти три месяца можно увидеть разную погоду От плюс 20 и выше до минус 10 и снег И причем происходит это довольно-таки изменение часто Хотя все же больше вот таких вот теплых солнечных денечков Бывает морозец раз, накроет крымский полуостров И то в основном только до крымских гор, которые сдерживают потоки холодного воздуха И на южном берегу Крыма обычно гораздо теплее из-за этого Вот пошел, пошел, угостился И наверное решил позвать своего товарища, чтобы в одиночку не кушать Красавчики просто Ну по интеллекту шимпанзе вообще стоят конечно на самой верхней ступеньке среди животных Вот друзья, похлопал, знает, что надо вкусняшку заслужить Это у них еще с давних пор, когда они еще были цирковыми артистами Потому что все шимпанзе в парке Львов Тайган это бывшие цирковые артисты А поскольку шимпанзе живут долго, то отработав положенный срок в зоопарке Они переехали, то есть извиняюсь друзья, в цирке Они переехали в зоопарк, где вот в таких вот великолепных условиях Могут спокойно жить еще много лет и радовать посетителей Так вот друзья, вернемся к погоде И как и погода, крымскую зиму тоже частенько может радовать Потому что в тех же средних широтах зимой вот так вот шимпанзе в январе не смогли бы выйти Потому что это теплолюбивое животное и боится холода А в Крыму вот пожалуйста, смотрите что Ну, циркачи эти маленькие Ну, не такие уж и маленькие Ну, по сравнению с Магдой и Дженни То да, маленькие Потому что в парке Львов Тайган не они одни шимпанзе Артисты цирковые Есть еще Магда и Дженни У которых стаж даже поболее будет Чем у этих красавцев Которые тоже помнят много трюков И частенько веселят посетителей Не раз наблюдал Да и вы друзья, наверное Кто был в Тайгане Или кто-то смотрит видео Частенько можно летом наблюдать Целую такую толпу Слово толпа тут, наверное, не очень уместно Но много, большую аудиторию собирают Посетителей парка И устраивают там такие шоу Обычно у них шоу энергичные очень С плясками С тем, что возьмут бутылку И прям по ограждению бутылкой Вот так вот Вводят, бегают И такой грохот стоит на полпарка И публике это нравится А шимпанзе тоже нравится Забавлять публику И потом за это, конечно же Много вкусняшек Бананчики, финики, орешки Все, вход идет Шимпанзе, кстати, они В еде довольно-таки неприхотливые И в дикой природе Могут довольствоваться фруктами А могут даже и поймать какую-то Дичь небольшую И тоже ее употреблять в пищу Животные эти очень физически сильные Но даже не это Пугает их конкурентов И не просто конкурентов А соседей в дикой природе А то, что они могут Самоорганизовываться Самоорганизовываются И действуют, знаете В принципе, похоже Вот как действовали Наши далекие предки Древние люди Могут даже использовать Подручные средства Камни и палки При нападении Нападают не хаотично А у них организовано все Есть разведчики Есть воины, которые непосредственно Идут в бой И даже огромные гориллы Которые одним ударом Могут перебить позвоночник Даже льву Вынуждены Отступать Потому что Если шимпанзе Вот таким вот Организованным Отрядом Нападают То даже Огромные гориллы С их чудовищной силой Вынуждены Отступать И считаться С Как говорится Воле Изъявлением Шимпанзе Отступать И соответственно У животных В этом плане Тоже идет борьба За территорию Так что Шимпанзе Это Очень и очень Грозные Ребята В дикой природе С которыми Шутки Плохи Если мы Возьмем Тех же Орангутанов То Орангутаны По сравнению С шимпанзе Это Очень мирные Миролюбивые Ребята А вот Пожалуй С ними могут По агрессивности Сравниться Павианы Павианы Тоже Ведут себя Очень Агрессивно Но По интеллекту Конечно Им До шимпанзе Далеко Шимпанзе В этом плане Вне Конкуренции Даже Их собратья Человеко Образные Обезьяны Гориллы И Орангутаны Так не Могут Построить Свою Оборону Свою Систему Нападения Вытеснения Противника Систему Охоты Как Это Происходит У шимпанзе И даже У шимпанзе Нельзя Друзья Всех Обобщать Есть шимпанзе Которые Не отличаются Таким настроем А есть Все зависит От вожака Есть вожаки Которые Действительно Организовывают Свою Стаю Как Такую Очень И очень Организованную Группу Что ж Друзья Огромное Спасибо За видео Елене Желябовой Всем мира И добра Пока Пока Продолжение следует